привет друзья практически неделя прошла с момента открытия летне-осеннего охотничьего сезона по водоплавающей ну точнее не неделя а пять дней вот субботы я нахожусь до на одних из своих любимых карьеров кто меня периодически смотрит тот знает что это за карьеры такие традиционные утины и торф карьеры они очень здоровые они тянутся просто куда-то уходят туда в сторону горизонта протяженность их очень большая сама по себе охотничья карта непростая тут довольно таки мало открытых участков воды в основном это все камышовка заросли и их разъединяет такие косы насыпные вот на одну из этих костно мою любимую генеральскую бровку я сегодня хочу доплыть в этот раз я подъехал подошел уже точнее пешком потому что дорога сюда идет через поля поля посевные я имею ввиду все поля то есть подъездные дороги все в распутятся тракторами все разъезжены то есть из-за такого количества осадков да у нас вот так вот в этом сезоне почему-то дождей больше чем солнечных дней пару дней солнце потом опять ливни дорогу развезло толком я лодку на себе сейчас около километра примерно тащил все на себе ружье лодку ну все как надо вот эта трудовая охота называется то есть сегодня у нас с вами охота для нормальных мужиков они для ленивых сейчас в их выйду на канал и все где-то километр два с половиной мне до этой генеральской бровки естественно я как всегда заранее сейчас без 15 3 то есть до вечерки у нас с вами еще время предостаточно хватит для того чтобы осмотреться разведывать карту как она за год изменилась я кстати не зря вам сказал то что поля вот эти посевные утки здесь хорошо она летает кормиться поэтому здесь именно классическая такая охота я очень надеюсь что она будет не такой как на открытии с воды да потому что ну сами понимаете все таки я за классику как и многие из вас стрелять в лед на утряночки или на вечерние зорьки так вот она с этих полей покормится будет возвращаться кружить и надеюсь будет добыта все выдвигаюсь на канал и дальше в путь не пуха вот утка пошла вот она пошла туда но я по ней по ней точно стрелять это бесполезняк о отлично летает она с лодки стрелять еще и вскидут снег ну это конечно дохлый номер это я так уже мысль такие проскочили ну вот она пошла прекрасно дайте крякнем не молчит молчит ну значит в этом в этом участке ее нет как в прошлом году доход это поиск ребят поэтому идем дальше так ну что я у косы вот посмотрите что я вижу ребята это шутка до лежит вот она да это утка стреляют непонятно куда в кусты куда-нибудь туда бьют она уходит под ранком или просто они ее не находят она куда-нибудь может забиваться вот под берега сюда под косу отсиживаться там потом выплывает доходит и помирает и вот пожалуйста наверное не буду ничего комментировать ребят ну напишите свое мнение насчет этого нет бывает это и у меня поначалу было когда я тоже по азарту стрелял она куда-то в кусты я без собаки не находил потом я понял что но это нет это не охота ты как бы это не добыт и не добыл ничего ты только зря стреляешь по дичи в результате вот вот такие вот истории получаются ну что друзья я на косе по эту сторону помнится где-то я и там в кустиках стоял чучело вот туда высаживать да ну тишина полная но сейчас я выплыл подальше крякну может чё и ответит здесь сейчас подозреваю такая трясинка будет будем продираться как обычно ух ты сапля серая поднялась ну хоть цапля поднялась кстати нет вот там то вообще-то сидят вот бинокль зачем нужен что хотите сказать попробует туда с подхода опять я думаю это такие утки нажженные что они не дадутся хотя конечно рискнуть можно нет нет вон они пошли вон они вон они пошли ну вам не видно конечно да да все они поднялись одна сидит а две принялись строится там сидела три уточки вон она одна там и осталось сидеть сидит неприкаянная ничего не боится эти ушли либо туда в кусты дальше либо улетели вот это далековато сидит сейчас метров сто до нее буду потихоньку подходить а там как бог пошлёт улетит улетит пусть летит себе нет так заберем он две пошли вон две ушки пошли он на него на него все поднялась ну да да конечно поднялась и пошла себе он она красавица конечно кто ж так вот это наша утка вот это ребята красота вот это самое что ни на есть нашего да вот так вот ребят ушла она отсюда ну я еще да но я то не был еще на той стране там тоже очень интересный там в прошлом году тоже и много сидела через на той стороне косы я имею виду там тоже такая закрытая карта я всегда мечтал вот на той стране стать с чучелами сейчас не туда продвинемся вот он разрыв и скорее все тут они они мосточка обычно тут справляют чтобы переходить а сейчас посмотрим а вот и нет мосточка вот и нет мосточка и что-то вообще тут вот он он вот тут такая досочка раньше лежала ну что тут у нас ребят гильзы валяются да нет бровка на месте заросла вся родная конечно красота давайте сюда пролезем сейчас да в прошлом году эту пешочком а тут теперь можно вон как и главное что тишина что-то короче что-то случилось с картой но не может быть чтобы всю утку тут выбили не не может быть она всегда традиционно здесь было это вот знаете как я вот на зайчика охочусь зимой там по своим местам по сельхоз полям этим вот и как-то встретился с пастухом хороший мужик такой коспас вот так он я его спрашиваю как вообще часто сюда охотники то приезжают с гончаками там погонять эти гончатники зайца горит он так на меня посмотрел каратели горит что ли каратели назвал ну вот бывает я говорю на открытие ребята то конечно не подумайте не лично вам это я уверен что меня смотрят правильные ребята охотники я вас всех поддерживаю спасибо что смотрите каратели бы не смотрели точно кровь и мясо это этот канал не про это вот на меня хорошо прям сносит от бровки но ничего сейчас доплывем ветер прям зато обратно буду хорошо плыть в общем дело все в том что на открытие действительно приезжают главным не пропороться там приезжают ребята мужики вот некоторых действительно можно с карателями сравнить такие дела ладно я наверно буду становиться ночью нет и топтать смысл то нет тут такое место очень труднодоступная вот это вот этот участок коряжник здесь прошлом году вот это все это вот был торф то есть воды не было там прям очень тяжело там тяжко да сносит прям очень хорошо лодку все дальше и дальше от бровки ну что мужики в общем выбрался я на берег на косу все заросшие но где-то вот тут трава была примята ощущение такое что вообще здесь не охотились хотя она конечно обманчиво но что-то я не вижу примятой травы все потому что они привыкли туда на машинах приезжать а там я вам рассказал там все распутится полное да просто не продраться есть только на тракторе или на танке здесь вот здесь почему хорошо я почему это место полюбил тут вот такой она как бы на таком подъеме находится сзади вот этот тростник и здесь тростник вот ты когда садишься ну это я сейчас на лапу сел да ты когда садишься у тебя прям и обзор такой и в принципе и сзади поворачиваешься видно то есть вот это хорошее такое местечко единственное что утки нет ну ладно все сейчас по традиции мы достаем наш термос вот и чайку что ребята время пол седьмого сижу любуюсь красотой небо облака дышу воздухом природа утки 0 то есть вообще от слова не выстрелов вообще ничего не летает ух седьмого да ну где-то пол восьмого уже начнет темнеть кстати говоря да солнце так уже вот она сейчас еще за эти деревца зайдет вообще красота будет неописуемая и тишина не утки ничего все будет затем на ребят охота будет затем на две утки подплыли там сидят в недосягаемости естественно для выстрела но сидят они просто сидят ну да вон там они сидят при спокойно себе кормится негка о где-то значит полетела наверно не факт конечно но он они прилетят он далеко как пошли и туда все а тут вот тогда пришли пешком ага продираются через воду здорово вот с патронами да чё сидит она все выставник то не ходит да нет никто ее не топчет никому она не нужна она вся по кустам по углам сидит ее надо топтать и охотников мало ну что переправлять друзей парни пришли перейти не смогли сапог этих у меня то вот эти вот эти музыка переправляют на лодке вон друга поставили вот туда на косу на эту ну близко он конечно стоит ну ладно да он они по ну поплыли лады грида мы-то думали что тут вообще никого нет сейчас всю лодку настреляем а тут вот это вот о чем говорит это говорит о том что надо раньше приезжать всегда хотя в принципе это игры утки вот это троица туда далеко прошла это куда там стрелять я даже стрелять не стал красиво пошли до парни поплыли товарищ стоит там ну пусть ладно может они сейчас там подымут кого время 10 минут 9 уже 8 10 утка не летает вообще мужики там обкрякались все все стоят тишина выстрелов нет ну полетит затемно как обычно вот я уже не питаю иллюзий насчет сегодняшней охоты но посмотрим и очень необычный закат такой ребят прям такой фиолетовый обалдеть четверка прошла взлетала 9 вечера до ну да без 15 9 взлетала а а а а а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...